Прежде чем перейти к теме краткосрочных миссионерских поездок и партнерских отношений в контексте вопроса о ресурсообеспечении, хочу упомянуть об одном источнике информации, который может оказаться вам полезным. Лозанский комитет по всемирной евангелизации и его разнообразные рабочие группы разработали документ, который получил название «Лозанские стандарты». Это ряд соглашений, связанных с вопросами пожертвования и получения финансирования миссиями. Текст документа можно найти на сайте www.lossanskiestandart.org. Здесь также представлены полезные ресурсы, которые помогут вам разобраться в этих непростых вопросах. Это результат работы большого коллектива специалистов из разных уголков мира. Лозанские стандарты — это их совместное достижение. А теперь обратимся к вопросу о краткосрочных миссионерских поездках и их роли в служении по основанию церквей. Если вы служите невдалекой глубинке, вам наверняка приходилось видеть и даже работать с группами, как правило, иностранных миссионеров, причем совсем не обязательно американцев или европейцев, а, например, корейцев. Надо сказать, что сегодня Корея активно посылает своих миссионеров в самые разные страны мира. К слову, такие команды могут состоять и из ваших же соотечественников, из другой области или другого региона, которые приезжают с целью оказания краткосрочной помощи в организации новой церкви. И все же я буду говорить преимущественно об иностранных миссионерах. Предлагаю вам список рекомендаций и предостережений, связанных с такого рода партнерством. Сначала несколько предостережений. Во-первых, не противьтесь таким командам. Перефразируя название фильма «Русские идут», можно сказать «Американцы идут», а лучше так «Миссионеры едут». И многие основатели церквей тяжело вздыхают. Сколько с ними возни. Надо их где-то размещать, искать переводчиков, организовывать питание, составлять программу мероприятий, доставлять их в нужное время, в нужное место и так далее. В общем, столько всего, что надо организовать и предусмотреть. Небольшой группе основателей придется серьезно потрудиться, чтобы принять у себя миссионерскую группу даже на пару недель. Это целый проект, от которого некоторые предпочитают отказаться. Результат, полагают они, не стоит всех затраченных усилий. Уж лучше потратить их на повседневное служение. Действительно, приезжие иностранцы не всегда разбираются в особенностях принимающей культуры и порой создают ситуации, которые местным служителям приходится исправлять. Да-да, церкви иногда приходится сглаживать возникающие острые углы. Поэтому общины не всегда воодушевляет идея приезда миссионеров. И напрасно. Они могут заблуждаться. Просто надо постараться извлечь из такого сотрудничества максимальную пользу. С другой стороны, отказаться вы тоже вправе. Иногда предлагаемая миссионерами программа кажется основателям не вполне целесообразной, не отвечающей текущим планам. Но рассуждают местные служители, у группы есть желание приехать, а это может вылиться в дальнейшее сотрудничество и, возможно, помощь, так что скажем «да, пусть едут». Вот вам две крайности. Одни говорят «нам ничего не надо», другие «ладно, пусть приезжают и делают, что хотят». На самом деле здесь нужен здравый баланс. Надо приглашать группы, которые предлагают интересные программы, которые готовы учитывать культурные особенности, которые хотят плодотворно потрудиться для Бога. Если же, по вашему мнению, польза от приезда группы не будет, если служение от этого не выиграет, то разумно от подобного проекта отказаться. Далее. Не позволяйте миссионерским группам решать за вас, что делать. Что я имею в виду? Я имею в виду ситуацию, когда вам говорят «мы хотим приехать на неделю и заниматься вот чем». Это уже должно вас настораживать. Другое дело, если миссионеры просто предлагают то, в чем они действительно одарены, и спрашивают, подходит ли вам так. Не бойтесь сказать «нет», если это не то, что на данный момент вам нужно. Когда же команда желает навязать вам свой план мероприятий, свою, так сказать, повестку дня, которая не соответствует вашей и не отвечает поставленным целям, не позволяйте ей это делать. Не поступайтесь своим видением и своими приоритетами. Исходите из интересов церкви. Далее. Не позволяйте миссионерским мобильным группам подрывать местную инициативу. Приведу пример. Когда вскоре после падения железного занавеса в Восточной Европе стали появляться церкви, это происходило при поддержке западных христиан. Лето – время отпусков и, соответственно, время приезда в основном американских миссионерских групп. Благодаря совместным евангелизациям стали появляться новые общины. Но когда по прошествии времени их лидеры стали призывать к благовестию местных христиан, те с удивлением отвечали «А зачем? Разве этим каждое лето не американцы должны заниматься?» Вот таким было восприятие «Благовестие». Погодите, отвечали лидеры. Да, мы так начинали. Тогда люди шли даже просто посмотреть на американцев. Но теперь евангелизационную эстафету должны принять мы и нести ее дальше. У некоторых подобная мысль вызывала искреннее удивление. Правда? Хотя, наверное, да. Нам тоже надо учиться рассказывать людям Евангелие. Но тут опять-таки, если иностранцы проводили, скажем, евангелизационные языковые лагеря, то что делать местным христианам? Английским они не владеют, а значит, лагеря отпадают. Тогда какие формы благовестия подойдут им? Таким образом, надо быть очень осторожными, чтобы привлечением к служению иностранных миссионеров не подорвать инициативу на местах, не лишить людей уверенности в собственных способностях, даже если их таланты куда скромнее, чем те, которыми обладают приезжие благовестники. Учтите этот момент. Убедитесь, что мастерство зарубежных миссионерских групп не обескураживает местных служителей, не заставляет их опустить руки, расписаться в собственном бессилии и искать помощи на стороне. А теперь, что делать можно и даже необходимо. Подойдите к этому краткосрочному сотрудничеству с конкретными предложениями и стратегическим мышлением. Другими словами, цели и программу совместного служения должны определять именно вы, коллектив основателей, и стратегическим и определите, в чем конкретно миссионеры могли бы вам действенно помочь. Один из возможных проектов — медицинская клиника. В некоторых регионах медицинская помощь крайне ограничена, так что туда может приехать группа врачей или стоматологов и организовать медицинский центр, который станет реальным подспорьем в сфере оказания населению медицинских услуг и вместе с тем создаст хорошую репутацию церкви. Это один пример. Другой — какой-нибудь строительный проект. Но что бы то ни было, приоритетное право определять, что актуально, необходимо и стратегически важно, принадлежит именно вам. Дальше. общайтесь как можно чаще. Выражайтесь как можно яснее. Несоблюдение этого правила нередко приводило к безуспешному взаимодействию. При наличии языкового барьера одни говорят по-английски, другие нет, кто-то владеет корейским или немецким, кто-то нет. Итак, при наличии языкового барьера постарайтесь максимально его устранить, чтобы потом избежать недоразумений во взаимных ожиданиях. Например, в том, как женщины должны быть одеты. В некоторых странах женщинам предписывается носить одежду только с длинным рукавом. Об этом непременно следует предупредить. Деталь, но очень важная. И еще. Насколько хорошо группа осведомлена о планах сразу же после прибытия в вашу страну? Четко ли люди понимают, чем они будут и чем не будут заниматься? Чем чаще вы будете общаться, чем точнее и доступнее доносить необходимую информацию, тем ниже будет вероятность коммуникативных провалов. Настаивайте на должной подготовке и должном руководстве. К сожалению, миссионерские мобильные группы не всегда хорошо подготовлены. Порой в них входят подростки-старшеклассники, которые не всегда отличаются духовной зрелостью. Готовы ли они к служению? И не просто к служению, а к служению в другой культуре. Готовы ли духовно? Бывали случаи, когда в подобных миссионерских группах оказывались не христиане. Например, врачи в составе команды медработников или кто-то из подростков. Они не христиане, но они часть группы. Итак, убедитесь, что группа хорошо подготовлена. Определитесь со своими ожиданиями. И второе, кто ее будет возглавлять? Имеется ли у этого человека опыт, опыт руководства подобными группами, опыт пребывания в вашей стране? Насколько как руководитель подготовлен лично он? Именно вам, как основателю церкви, предстоит все это узнать, осмыслить и принять решение, и группа должна это понимать. Следующее. Обеспечьте максимальное участие в проекте местных христиан. Раньше огромной популярностью пользовалась такая форма благовестия, как языковые лагеря. Приезжали иностранцы, арендовали какое-то помещение или загородную базу, как вариант использовалось здание церкви, и в нем проводили занятия по изучению иностранного языка, на которые приглашались все желающие. В ходе общения у организаторов и преподавателей была возможность поближе познакомиться с обучающимися и, возможно, рассказать им Евангелие. Евангелизация проходила намного продуктивнее, если среди участников были верующие из поместных церквей, которые могли бы продолжить общение с людьми, проявившими духовный интерес даже после отъезда иностранцев. В противном случае возникшие отношения теряются, как только лагерная смена заканчивается. Совместное участие местных и иностранных миссионеров желательно и в строительных проектах, где также есть возможность познакомиться и подружиться. Таким образом, роль местных христиан в Евангелизации на начальном этапе основания церкви недооценивать нельзя. Дальше. Используйте краткосрочные миссионерские проекты как возможность для активного поиска и привлечения к служению новых людей. Как показывает практика, большинство миссионеров мобильных групп люди опытные, побывавшие во многих поездках. Иногда через это служение Бог призывает их потрудиться в более долгосрочных проектах. С миссионерскими группами в Германии мы сотрудничали неохотно, а потому и новых миссионеров у нас почти не было. Неудивительно, ведь мы сами отсекали эти возможности, поступая, как мне кажется, не вполне разумно. Привлекать к служению новых миссионеров надо, даже если они ваши соотечественники. Так, к нам, на юг, приезжали группы из северной части Германии. Среди этих христиан были одаренные, ревностные благовестники с огромным желанием заниматься основанием церквей. Так что не сбрасывайте это со счетов и приглашайте в свою команду новых людей. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Мой уважаемый коллега Роберт Прист, с которым мы работаем в богословской семинарии Тринити, провел ряд масштабнейших исследований, по результатам которых были написаны десятки новых докторских диссертаций. Так вот он является одним из крупных специалистов по вопросам краткосрочных миссий. Как улучшить их эффективность? Как сделать это служение более продуктивным, причем как для принимающей стороны, то есть вновь создаваемой общины, например, так и отправляющей стороны церкви, формирующей мобильные миссионерские группы. Он является редактором книги по эффективному краткосрочному служению миссионерских групп, которую нетрудно найти в интернете. Это основательный труд, глубокое исследование, посвященное проблеме повышения продуктивности данного служения. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин